Епископ предлагает сделать денежные приношения. Кто не хочет, тот не только не приносит, но еще, чтобы показать, что он делает это не по нерадению, порицает предложившего, говоря, он крадет, расхищает, поедает достояние бедных, проживает имущество нищих. Перестань злословить. Докуда ты будешь говорить это? Не хочешь делать взносы, никто и не принуждает тебя. Никто не требует насильно. Зачем же ты злословишь того, кто обращается к тебе с простой просьбой и советом? Но вот кто-нибудь впал в нужду, и епископ не простер ему руки помощи. Или потому, что не мог, или потому, что был занят другим делом. Опять нет ему никакого прощения, но снова начинаются порицания худшие прежних. Это ли начальство? И учинить расправы епископ не может, потому что порицающий есть собственная его утроба. Как утробе своей, хотя бы она распухла и причиняла боль и голове, и всему телу, мы не решаемся мстить. Не берем меча и не рассекаем ее, так и подчиненному, если он таков, причиняет нам страдания и беспокойство подобными порицаниями, мы не решаемся мстить. Это чуждо отеческой душе, которая по необходимости переносит огорчение, пока огорчающий не исцелится от своей болезни. Наемный раб имеет у себя какое-нибудь определенное дело и после того, как исполнит его, свободно располагает сам собой, а епископа буквально тащат повсюду и требуют от него многого такого, что превышает его силы. Если он не способен говорить красноречиво, бывает сильный ропот. Если способен, опять начинаются порицания, говорят, он тщеславен. Если он не воскрешает мертвых, то, говорят, он не заслуживает никакого внимания, такой-то благочестив, а он нет. Если он умеренно употребляет пищу, опять порицание, ему следовало, говорят, истощать себя. Если кто увидит его моющимся, снова множество порицаний, он, говорят, отнюдь не должен даже смотреть на солнце. Если он, говорят, делает то же самое, что и я, и моется, и ест, и пьет, и одевается, и заботится о доме и слугах своих, то за что он сделан моим предстоятелем? Он и рабов имеет, которые служат ему, и на осле ездит, за что же он сделан моим предстоятелем? Но скажи мне, уже ли он не должен иметь служителя, а сам обязан и зажигать огонь, и носить воду, и рубить дрова, и ходить на рынок? Не стыдно ли это? Святые мужи, апостолы, не хотели утруждать занимающегося учительством, даже служением вдовицам, но считали это дело недостойным его, деяния святых апостолов, глава 6, стих 2, а ты возлагаешь на него службу рабов твоих? Почему ты, предписывающий ему это, сам-то не изменяешь обычного порядка жизни и не исполняешь всего этого? Признайся, не гораздо ли большее он исполняет служение тебе, чем ты, озабоченный интересами житейскими? Почему же не пошлешь своего раба для служения ему? Христос умыл ноги ученикам. Ты же, если окажешь услугу учителю, великое ли дело сделаешь? Но ты не хочешь предоставить ему услугу и даже обременяешь его? Что же, уже ли с неба он должен ожидать помощи в жизни? Но это не угодно Богу. Итак, что же? Апостолам говоришь, ты служили свободные люди. Хочешь ли выслушать, как жили апостолы? Они совершали путешествия, а для их спокойствия свободные мужи и благородные жены полагали души и головы свои. Послушай блаженного Павла, который, увещевая слушателей, говорит, таких имейте в уважении. И еще за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Послание к филиппийцам, глава 2, стихи 29 и 30. Видишь ли, что говорит он? А ты не хочешь даже сказать слово за отца своего, не только, что подвергнуться такой опасности. Но мыться, говоришь ты, ему не следует. Почему, скажи мне, где запрещается это? Ведь и нечистым оставаться нехорошо. Нигде мы не видим, чтобы это осуждалось или похвалялось. Есть же нечто другое, что апостол заповедал иметь епископу. Будь непорочен, трезв, целомудрен, честен, странно любив, учителен. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 2. Послание к Титу, глава 1, стих 8. Вот чего требует апостол. Этого следует требовать от начальствующего, а больше ничего. Ты не правее Павла, а тем более не правее Духа Святого. Если он бийца или пьяница, или жесток и немилостив, порицай его, и это недостойно епископа. Если он роскошествует, это заслуживает порицание. Но если он бережет свое тело, чтобы служить тебе, если заботится, чтобы быть полезным тебе, то неужели должно порицать его за это? Разве ты не знаешь, что немощь телесная, не менее немощи душевной, вредит как нам, так и церкви? Почему и Павел врачует ее, когда пишет Тимофею, употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов? Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 23. Представим, что какой-нибудь муж, почтенный достоинством епископства и получивший предстоятельство в церковном обществе, человек и в других отношениях добродетельный, и имеет все, что прилично иметь лицо священному, но от великой немощи постоянно лежит в постели. Какую он может принести пользу? Какое предпринять путешествие? Какие сделать посещения? Кого обличить? Кого уговорить? Сказал я это для того, чтобы вы научились не порицать епископов без разбора и принимать их с большей благосклонностью. А если кто домогается власти, то, имея в виду такое множество порицаний, заглушал бы в себе это желание. Поистине велика здесь опасность, и весьма нужны здесь благодать и мир, которых в обилии вы спрашиваете у Бога нам, А мы будем и спрашивать вам, чтобы и мы, и вы, преуспевая в добродетели, достигли обещанных благ во Христе Иисусе, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Впрочем, хочешь ли знать, что от Бога дано всем видеть должное? Слушай, своими глазами смотрят это от Бога и не видят это от злобы их. Ибо Бог создал их видящими, то есть понимающими добро, но они не видят, смежая очи свои добровольно, чтобы не обратиться и не исправиться, как бы завидуя собственному спасению и исправлению. Можно и так понимать. Впрочем же говорю притчами, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, чтобы хотя поэтому обратились и исправились. Стихи тринадцатый и двадцатый. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Здесь указано три разряда людей, в которых слово пропадает. Одни не внимательны, эти означены словом «при дороге». Другие малодушны, сие, разумеется, под словом «на каменистом месте». Третьи сластолюбивы, означаемые словом «в тернии». Три же разряда и тех, которые приняли и сохранили семя. Одни приносят плод во сто, это люди совершенной и высокой жизни. Другие в шестьдесят, это средние. Иные в тридцать, которые хотя немного, но все же приносят по силе своей. Так одни суть девственники и пустынники, другие живут вместе в общежитии. Иные в мире и в браке, но Господь принимает всех их, как приносящих плод и благодарение Его человеколюбию. Умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам и пребывать в правой вере, и вести жизнь добродетельную. Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда Он, говоря о израильтянах, что все они ели одну и ту же духовную пищу и все пили одно и то же духовное питье, присоединяет далее, что они не спаслись, но они поражены были в пустыне. И сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи Его, как то притча о девах, о неводе, о тернии, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать, всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетелью? Даже нерадение о малейшей части ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение о подаянии милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени, и все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других есть малейшая часть добродетели. Однако же кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. Кто скажет брату своему «безумный» подлежит гиенне огненной. И целомудрие опять есть часть добродетели, но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Смиренно мудрее есть также часть добродетели, но если бы кто другие добродетели исполнил, а этой не соблюл, тот не чист перед Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу. Не только пренебрежение одной какой-либо добродетелью заключает для нас небо, но хотя бы мы и исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. «Если праведность ваша, говорит Христос, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Потому, если ты и милостыню подаешь, но не более той, какую они подавали, то не в нидиш в Царствие. Какую же великую милостыню, спросит кто-либо, они подавали? Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыни побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества и еще другую десятину и сверх того еще третью. Так что отдавали почти третью часть своего имения, ведь три десятины составляют почти третью часть всего имения. Сверх того, они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, об очищении, жертвы, совершаемые при праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих, или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятинами, и составляют половину, если, говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины? Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся. Господь, все прятая достоин 束,